всем привет мы начинаем третьего сезона домовины сегодня у нас играет новичок андрей скака дубов и два проверенных бойца андрей погибло и саня на все эти плохо слышу еще раз я еще не вижу меня я не вижу себя не вижу ни партнера своих противников не видишь темы сам темы видишь клиент работает тема не вижу клиент запустился давайте на полную клиент запустился первый раунд видишь на паузе сейчас его не вижу нет интернет питерский а у меня питерский может тебе попробовать в этом онлайн браузер это как это куда зайти там своя слов и выбрать и онлайн а я мая он он Ну вот, блин, давно не играл, давно не играл. Так, сейчас попробуем. Вот я вошел, вот я вижу Андрей Погребной, Андрей Погребной. Видишь, поехали, да? Продолжаем, продолжаем после технической паузы. Так, вроде бы никаких у нас сегодня картинок не будет. Порционная выдача текста, ну, в общем, вы видели правила. Вот вам тему сегодня. Андрей Скокодубл будет начинать. Давайте, все работы хороши за 300. У нас каждый выбирает, можно пикачь хано. Сжимать, да. Представители этой профессии в прошлом входили в число самых доверенных лиц различных правителей. Например, во французских летописях имя этого придворного специалиста шло сразу после имени самого короля. Блин, ну рискнуть, не рискнуть. Рискуй. Может быть, это астрономы? Ой, ну астрология, астрономия. Я понял, понял, нет, к сожалению, речь не о них. А какую кнопку, ну давай я попробуй нажму. Может быть, шуты? И не шуты, это были. Андрей, шанс. Нет, нет версии у меня. Это речь об адекватной. О, ну фигаси. Продолжает. По мнению юмористов, именно так. На английском будет звучать блюдо-окрошка. Саня? Оу, бэйби. О, бэйби, это верно. Так. Название этой профессии образовано двумя древнегреческими словами, буквально означающими «работа руками». По подсчетам журнала Корпс, она считается одной из самых высокооплаченных профессий США. Так, переводится «хирург». Так, ну, давай отсюда попробуем. Она, найденная на дороге, стала оружием Санксона, которым тот убивал филистинлян. А, боже ты мой, что же я туплю? Это челюсть осла. Да, это она. Ил вырывается в лидера. Выбирай. Так, ну, я посолочком люблю. Именно им работал в зоопарке крокодил Гена. Крокодилом. Крокодилом работал. Блин, я думал сторожем. Так, ну... Этот полузащитник сборной Аргентины носил продвище «Ослик». Андрей. Ариэль, Артега. Совершенно верно. Первый правильный ответ на три игры. Угу. В силу особой жестокости, этот вид убийства используется в качестве метода запугивания и устрашения. Блин, ну... Не хочу рисковать. Не знаю. Но там, по-моему, любят заживо. Это колумбийский галстук, когда язык наружу рукой. Надрез делают шею. А, надрез на шейке. Блин. В 1996-м она была названа «Женщиной года» и «Человеком года в Колумбии». Стала первой колумбийкой, которая покорила запьянские страны. В 2010-м Бериса записала и исполнила официальную песню к чемпионату мира по футболу в ЮАР. Андрей. Ну, Колумбия. Может, Шакира. Конечно. Сезон туплю. В 1994-м Андрейс Эскобара ненавиделся о Колумбии, но смерти за это он, конечно, не заслуживал. За автогол. Да, в баре его застрелили за автогол. В селах до 60-х годов 20-го века представителей этой профессии называли избачами. Работали ими и Крылов Слобачевский. В наши дни профессия все менее востребована. Крылов Слобачевский? Ну, может, библиотекарь. Да, библиотекарь избачесания, все правильно. Я туплю, сижу, а? Именно этим пах кондитер в стихотворении Джани Радари, чем пахнут ремесла. И только без денег не пахнет ничем. Это все помнят. Нам нужен кондитер. Кондитер по рекламу сказанным. Саня. В 1903 году именно это государство отделилось от Колумбии, провогласив собственную независимость. Рискнем. Может, Венесуэла? Увы. Это была Панама. Это думал Эквадор какого-нибудь. Этот колумбийский писатель-прозаик, журналист, считается одним из лучших представителей литературного направления в магический реализм. Андрей Габриэль Гарси Макис. Да, это он. Как звали героиню произведения Алана Милна? Маму крошки рук. Андрей? Кенга. Кенга, это верно. Киевская рок-группа имеет такое же название, как главный герой сказочной повести Гопмана. Ааа, блин. Ну, крошка Цахис. Блин. Ну, я поплюсь и жула. В июле 2018 года в одном интервью Трамп заявил, что она крошечная страна, где очень сильный народ. И далее прямая речь. Там очень сильный народ, очень агрессивный. Они могут стать агрессивнее. И поздравляю, вы в Третьей мировой войне. Ну, в Северной Корее? Нет. Надо же подумать. Например. Наверное, это какая-нибудь оговорка. Крошка Цахис. Это Черногория. Это, по-моему, речь была, когда она в НАТО подала заявку, когда рассматривала. Стихотворение этого поэта начинается словами «Крошка, сын к отцу пришел». Владимир Владимирович Майковский. В 2008-м этот ракетный комплекс был впервые задействован в Топове на Параде Победы на Красной площади. Булбук у нас уже в ответах. Фамилия этого исполнителя с немецкого буквально звучит, как розовое дерево. Ну, Александр Рузенбаум. Верно. Маленький принц проводил время, приводя в порядок свой астероид, выпалывая их, которые все норовили глубоко укорениться и заполонить всю планету. Он пропалывал Баобабы. Баобабы. Ха, прикольно. Легендарный плод Турахирдала Кон-Тити был построен из этих деревьев. Из бальса. Из бальса. В перу этого писателя принадлежит к ессо-вишневый саду. Чехов. Чехов. Он говорил, что ишаков, на игрух читающих Коран, в Бухарине мало. Ну, пусть будет Амархаям. Нет? Нет. Ну, может, как-то же на среде. Верный ответ. Ну да, Бухарин принц. Групость. Балгривого осла из Шрека озвучил этот не менее балгривый. Эдиль Мёрфи. В Мадриде стоит статуя этого губернатора верхом на осле. Губернатором избрали Санчо Панца в свое время. В этих шутках смеялись над ним, но тем не имели титул был. Начинаем второй раунд. Д, ВИЖА – это матрицы. В ЮГИ – инициальное. Первое слово на В, второе – три слова. В ответе слова… На три буквы. На три буквы, да. В ответе слова – в трех букв. Так, а я что-то ничего не вижу. У меня до сих пор вот в Мадриде стоит статуя этого губернатора. Я на паузу нажму. Вот ты отключился, Андрей. Да, вылетел из-за древна. Надо выйти и войти еще раз? Наверное, да. Сейчас попробуем. Пробуем. Ага. Пробуем. С телефона играешь? Да, эти. Я тоже с телефона играю. Ага. Да елки-палки. Так, секундочку. Секундочку. И торрент не качает. Это тоже дикотек, да, Андрей? С телефона и ни одной кнопки невозможно выиграть. Угу. Ну, не уйдем никуда. Угу. 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 Обычно помогает. Все нормально появился. Все, видно темы? Да. Ну, пока нет. Пока не вижу. Там... Ну, ладно, надо начать, оно подрисует все. Ну, да. Что, Сережа начинает? Серега. Продолжаем вторую. Так, в «Юза-500» этот предмет одежды упоминается и в детективе Питера Лопси и Щеки, и в книге Акционова «Апельсины из Марокко». Это «Вельветовая юбка». Угу. Шла то ли девочка, а то ли она, она, оно, точнее. То ли введение. Введение. Продолжаем. Жа. Худого и мускулистого человека. Еще можно описать этим словом выходящим. Андрей? Я думаю, что это слово «поджарый». Поджарый. Эта компания, основанная в 1851 году, является одним из лидеров на рынке международных денежных переводов. Вестерн юнион. Вестерн юнион. Вестерн юнион. Так, давайте, где за место. Это и любимое многими устройство в офисе и полковник. Вестерн юнион. Андрей Погребной. Я вообще думал «Гаджет», но я что-то не сообразил, что там нету «Д». Нет, тут нету я. Не будет варианта? Нет, нет, я поторопился сейчас, совершенно нет. И полковник из романа Ярослава Гашика. И антагонист мультсериаля про мутантов. Шреддер. Шреддер. По черепашкам нельзя, да, не будет взял? Да, ну как-то, ну устройство я такого вообще не знаю, честно. Нет, шреддер какой бумаги. А тут бумаги не сражать, да. В детской загадке оно говорит на всех языках. Андрей. Это эхо, да. Она является одной из семи основных единиц ПСИ. Владимирское название источника света вам в помощь. Кандела. Кандела. Первое поколение этой модели создавалось в качестве всемирного автомобиля, разработанного усилиями расположенных по всему миру подразделений компании и продающегося на рынках всего мира без особых изменений. Это форт Мондео. Монде по-французски мир. Это не только корабль, которым командовал Джеймс Кук, но и название последнего космического челнока. Эндевор. Конечно. Эндевор, это верно. Плю, а. Стихотворение Некрасова «Она злее к ночи». Стуза? Стуза. Ага. Ну, может, жара. Была у нас и жара в ответах тоже. Этот обладатель Кубка Стэнли свою карьеру в НХЛ провел в двух клубах. В Филадельфии и в Монреале. Блин, рискануть мне рискануть? Нет, за 500 лет не хочу рисковать. Это Эрик. Я думал, Жамнов какой-нибудь нашли кисть. Жамнова тоже у нас. Улетали минус 500, естественно. Средством идентификации принадлежности прав на временное использование его зачастую является гигиеническое изделие из ткани в виде удлиненного полотнища. Такое вот неписанное правило пляжей и бассейнов. Ну, лежак. Да. Бросил полотенце. Ага. По документам Джонни Ли Миллер был им три года. Билли Боб Торнтон тоже. А вот Брэд Питт, как ни странно, лишь два года. Муж Анжелины Джоли. Молодец. Фига себе. Красиво. Его бренд первым в российской индустрии моды стал полноправным членом... Валентин Юдашкин. Конечно. Этот фильм «Сестер Вачовский» стал одним из самых провальных в 2015. «Восхождение Юпитер». Да. На миникарте во всякого рода стратегиях они обычно отображаются красным цветом. Ну, ваши юниты. Нет. Жаль. Как раз наши юниты оборажаются зелеными обычно, а праздники – красными. Вот ты был близок, да. Чуть-чуть. 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 Чуть-чуть игры. Яну Дакоста за политические и богословские споры Петр Первый пожаловал остров в Финском заливе и титул Самоевского короля. А профессора у Яна была эта. Он был шутком знаменитым. А вот и шут, который уже упоминался. Так, цветная за 100. В телефильме «Место встречи изменить нельзя» Джиглов занимался поимкой банды с тактильным названием. Черный кошка. И Качаковала, Панелико, и Эльхаус, и Клаусен Стилтон Голд являются самыми дорогими в мире сортами его. Мне надо рисковать. Может быть, Ром? Увы. Тоже думал. В первой игре, по-моему, три минуса было. Этот футболист стал первым украинским легионером в испанском чемпионате, перейдя в их подел. Ну, это был Рац, Василий Рац. Правильно. Более 700 тысяч этих сооружений было построено в Албании во время правления Энгера Ходжа. Можно сказать, они стали символом Албании и помещались даже в сувидирные хрустальные шары. Это доты и там повсюду. Ой, как обидно-то, а. Именно такой цвет у традиционной турецкой ферзки. Ну, красная. Красная. Именно эти насекомые часто называются белыми муравьями. Белыми муравьями называют термитом. В конце октября за 34 миллиарда долларов Айбем купила этого цветного поставщика Линус, которому теперь пророчат скорую смерть. Это Тэп-хэп. А что это такое? Версия Линукса была такая. Программное обеспечение. Команда из этого штата в конце прошлого года презентовала новую форму, выполненную в честь Принца. Принца родом из этого же штата. Фиолетовый цвет. Палки. Из какого штата ты ешь, Тэп-хэп? Ну, блин. Рисковой, конечно. Принесо, да. За 34 миллиарда, может, миллиона? Ну, не думаю, миллиарда, что-то такие. Да ты что, это какие-то бабки-то, елка-пала. Миллиарда. Миллионы слишком мало. Не только футбольные клубы, и там понятно, да, в конце ответ совпадает с названием руководства футбольного клуба. Андрей Погребной начинает. Ой, попробуем, смотри. В переводе в древнегреческого это означает «далеко пишу». Телеграф. Знаю. Именно эта система связи существовала в области линии колец между Гондором и Раханом. Термоэт. Сейчас. Были сигнальные костры и сигнальные холмы. Именно так на покерном сленге называется игрок, который отвечает колонн на всех улицах с любыми картами. А блин. Автоответчик. Да, телефон или автоответчик, правильно. Первым в мире по сотовому телефону позвонил молодой изобретатель Мартин Купер в 1973 году, который был представителем этой компании. Моторола была. Одновременно со съемками фильма «Следной» проходили съемки фильма «Ярополка Лапшина» под рабочим названием «Здравствуй, фон». После трагедии название фильма «Лапшина» было изменено на «Сель». Какое же рабочее название было? Представить не хочется. Мне кажется, здравствуй, брат. Здравствуй, брат. Блин, ну что за пигня, а? Повторяло практически судьбу съемочную. Нет, не судьба. Это вещество получило широкую известность после событий в марте. Неужели новичок? Уже ли? Нет, точно. В 2007 году лондонский Челси неожиданно вглавил Абрам Грант, который до этого тренировал клубы только из этой страны. Из Израиля. Этот американский штат имеет прозвище «Гранитный штат» и в первом стране правооблашил независимость от Великобритании. Фильма новая. Нью-Гемпшир. Правильно, Малерс. Какая вгаруба за первое место намечается? За исключением Евангелия и Матфея, все книги Нового Два Дета написаны на этом языке. Ну пусть будет на арамейском. В третьей игре подряд начинается арамейство. Я не буду рисковать. Я тоже в более-менее. Третья игре. Я не греческий. Название этого государства приписывают испанскому мореплавателю Индиго Орти в Эрэдесе, который высадился на побережье в середине 16 века. Тема новая. Вариантов масса. Ну да. Честная версия, может быть, это Новая Зеландия? Нет, это Малая Гвинея. Папуара. Которая Папуа. Да. Именно так назывался вымышленный язык из романа «Антиутопия» Джорджа Орэла 1984. «Новая Зеландия» «Новая Зеландия» «Новая Зеландия» «Новая Зеландия» «Лидер сменился» «Андрей» «Угу» С 1957 года этот софт виски стал выпускаться в новой упаковке треугольной бутылки. Гранс. Гранс. Все просто. Этот олимпийский чемпион Атланты восьмикратный участник матча всех звезд в 2018 включен в зал славы МБА. Хоррес Грант. Версия, как говорится, популярная, но неверная. Я не помню. Это был другой Грант. Грант-Сил. Еще. За Орландой. Ошибаюсь. Именно этот участник экспедиции стал женихом, а затем и мужем в дочери капитана Гранта в мэре. А что, имя надо назвать? Ну, имя, фамилию. Должность. Можно должность, назову. Должность капитана Вулкана? Ну, немножко недостаточная информация. Восемнадцатый президент США Улиц Грант изображен на купюре такого достоинства. Десятка. Десятка. Десятка? Я не услышал, Саш, десятка или десятка? Десятка, да, десять долларов. Десять, неверно. Концент. На двадцать седьмой церемонии музыкальных наград МТВ Видео-минюки ВОД-2010 Она явилась на награждение В платье из мяса Леди Гага. Да. Название японского блюда Айакадон переводится как «Дети и родители в одной миске». В состав блюда входят рис и эти две составляющие. Это ексу и курица. А, красиво. В романе «Двадцать лет спустя» на вопрос о том, что знают ли друзья, что едят. Бартаньян сказал «Шпигованную телятину с артишоками и мозгами». Партос в баранье филе аромил куриную грудинку. Однако, картос раскусил, что партос угощал их именно этим. Кормил их кониной. Мясо – возвище этого московского футбольного блюда. Я думаю, что это «Спартак». Молодец. По соточкам ты крупнейший специалист. Ну, вообще ужас. Именно это делал Дмитрий Медведев и на открытии Олимпиады в Сочи и во время финала. Есть в Италии такой футбольный клуб «Спал». Ну, это он и есть. А что ты затошел? Я не знал, что такой клуб. Немецкий барон Карл Дрэв зашел в историю как ихобретатель этого. Блин, ну, рискнул. Может быть, все-таки бифштекс? Подозреваю, что бифштекс изобрели задолго до Карла Дрэва. Даже вновь века до него. Это лосорубка. Ага. Спасибо. Именно этой древнегреческой богини назван один из асероидов, а ее изображение появилось еще на древнегреческих монетах. Финской килью в нее добавляют апельсиновый сок. В английском «пруно» ее делают из яблок или апельсинов и потребляют обычно в тюрьмах. Пел о ней Ирисоцкий в «Песне две судьбы». Все это о Праге. Есть такой португальский клуб. Да. Этот греческий герой спорил в Одиссейн за право владеть оружием погибшего Ахилла и был единственным из погибших построить. Это Аякс. Это Аякс. Последний вопрос игры. Название этого механизма произошло от латинских слов «колесо» и «вращаюсь». Это всего-навсего. Рота. Рота. Всем спасибо. Упорная была игра. Андрея Скокодубова поздравляем с победой. Саша. Второе место. Гришин. Андрей Погребной. Третье. Увидимся в следующем раунде. Всем спасибо. 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 Классно. Спасибо. Классно все. Спасибо.